Немного предыстории. Последние три года я снимаю музыкальные видео, используя синтезаторы от компании Teenage Engineering. Это шведская компания, которая делает вот такие небольшие синтезаторы и не только. И когда совершенно случайно жена подарила мне первый Pocket 32 Tonic, у меня просто снесло голову, потому что теперь у меня в кармане появилась целая музыкальная станция. Я посмотрел на YouTube, кто что снимает, и мне очень понравился формат, когда, знаете, человек идет по городу и играет. Это довольно эффектно выглядит, ну и к съемке такого видео легко подготовиться. Да, единственное, что здесь нужно, это хорошо отрепетировать трек, чтобы не снимать это три часа, как я. Но зато получилось словить классные тайминги. Да, и в описании к видео я оставлю ссылку на плейлист со всеми моими экспериментами. Обязательно загляните туда, ну вдруг это вас вдохновит, и вы придумаете какой-нибудь новый формат или что-нибудь такое. Но это так, небольшое отступление, да. И после этого видео мне хотелось искать все более интересные и необычные места для съемок. Если я ехал в какое-то путешествие, то обязательно брал с собой все покеты. Хорошо, что они занимают мало места и помещаются в небольшую сумку. Конечно, сейчас мой сетап уже разросся до целого рюкзака, но все равно это удобнее, чем путешествовать с каким-то там, не знаю, большим синтом или драм-машинкой. В общем, развлекался как мог, в свободное от работы время и получал от этого огромное удовольствие, да. Чисто как хобби. Ни на что не рассчитывал, просто выкладывал свои ролики на YouTube. И спустя какое-то время ребята из Teenage заметили эти видео, и некоторые из них были опубликованы у них в Инстаграме, на странице в Фейсбуке. Это дало мне сильнейший заряд, чтобы продолжать двигаться в этом направлении. А главное, фидбэк от других пользователей был очень позитивный. Вообще не мог представить, что это увлечение музыкой превратится во что-то большее и вот так вот срезонирует. И в какой-то момент мне пришло сообщение от Teenage of, типа, чувак, не хочешь поиграть на Супер Буфе? А Супер Буф это огромная музыкальная выставка в Берлине, и я просто не мог поверить, что такое вообще происходит. Быстро сделал визу, полетел в Берлин, выступил на автопаде Teenage Engineering с сетом на одних покетах. Я в этот вечер очень волновался, потому что это было мое второе выступление, да еще и за границей, ну, в общем, все прошло отлично. И этот поезд, конечно, запомнится мне теперь навсегда. После этого я продолжил делать свои видео, снимал дома, снимал на улице, в общем, как-то экспериментировал. И вот на днях мне пришло уведомление, что какая-то посылка ждет на почте. Я немного обалдел, прихожу, значит, ее забирать, мне выносят вот эту огромную коробку, я смотрю, три килограмма, что вообще? В общем, ребята из Teenage Engineering решили респекнуть мое творчество, и вот прислали такую посылку. Да, пока я строил этот стол, немного взмок, но ничего, это пройдет. Я еще не смотрел, не заглядывал и не знаю, что там внутри, поэтому сейчас вместе с вами посмотрим, что же они прислали. На самом деле у них вышла коллекция значков всяких. Мое ощущение, что там значки и еще что-то. Ну что, открываем? Слушайте, ну это, конечно, круто, обалдеть. Знаете, что это? Кофта. Желтый цвет, это же цвет моего канала вообще. Как они угадали? Вау. Оверсайз. Здесь написано, свитшот, Дэвид Эриксон, Ларч. Дэвид Эриксон, интересно, это настоящий человек или выдуманный? Design and engineered by Teenage Engineering. Made in Portugal. Слушайте, приятное качество. Футболка белая. Тишорт, дженс, Рутберг. Тоже интересно, это реальный человек. Разработан на Teenage Engineering. Еееее, буду носить. А может и разыграю. О, синяя футболка. Тоже тишорт, дженс, Рутберг. И белая... Ё-моё, что там дальше? Вы бы видели. И белая кофта. Точно такая же, как желтая. Но белая я особо не ношу, так что подарю жене. Вот, теперь самое интересное. Так, это у нас эксклюзивный. Ну, сейчас он на сайте у них уже продается. Ремешок. Ну, это телефонная трубка, видите? На самом деле, штучка на любителя. У них на сайте она показана, как ремешок для покета. То есть ты вешаешь там на пояс или еще куда-то. Посмотрим, как это работает. Обалдеть. Куча, 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 куча. Значков. OpiOne. Значок. Гигантские значки. Я думал, они намного меньше. Вон, посмотрите. Брелок OpiOne. Ага, брелок Pocket маленький. Класс. Вот такой брелок с логотипом Teenage Engineering. Пинс OpiZ. Такие милые. Я думал, они намного меньше. Они, вон, очень большие. Ну, зато классно. Повесил на кофту и ходишь. И брелок OpiZ. Но дальше это что-то. Тут уже все закончилось. Обалдеть. Вы знаете, что это? Пару недель назад, а может и три недели назад, а может и месяц. В общем, решил разработать себе для студии на стену вот такую историю. Куда бы я мог складывать свои инструменты, как-то все распределить, вешать провода, в общем, переходники. И знаете, что это? Это как раз эта штука, которая, в принципе, может заменить хранение музыкальных инструментов и вообще разгрузить мой стол. Ну, вы, ребят, даете. Тут завязочки. Так это же... Это вот так вот и пошел. Круто. Это можно прям для перформанса так выступать. Сюда Покеты, сюда OpiOne, там OpiZ. Здесь куча проводов и все. Стоишь, джемишь. Круто. Я приятно удивлен, потому что, ну, о такой истории я и мечтать не мог. Это реально разгрузит весь мой захламленный стол. И освободит кучу места. Так, давайте посмотрим. А, вот здесь так на заклепках, и они, видите, отсоединяются. Очень удобно. Здесь молния. Прорезиненная, кстати. Так что это водонепроницаемая. Ага. Вот здесь уже на нескольких заклепках. Качество приятное. Знаете, такая резина, как в этих... В цехах. Вешивает на вход, чтобы пыль не летела и всякое такое. Ну что, вот такая распаковка сегодня получилась. Конечно, я приятно удивлен, что ребята мне прислали все эти удивительные вещи. В общем, вот эта штука мне точно пригодится. Сюда все распределю. Обязательно что-то из этих вещей разыграю у себя в инстаграме. Так что подписывайтесь и следите за обновлениями. Пока не придумал, что это будет за формат, но что-то по-любому будет. И это не рекламная интеграция от Teenage Engineering. Они мне не платили. Просто тем самым респектнули за мое творчество. Так что снимайте классные видео. Придумывайте интересные всякие идеи. Реализуйте их. Выкладывайте на все возможные площадки. Отмечайте всех, кого только можно. И просто веселитесь. Субтитры сделал DimaTorzok